Ежегодно главным соперником спортсменов на ледовом полумарафоне становится погода, но в этот раз повезло. И ветра сильного нет, и температура приемлемая. В связи с этим очередной массовый забег привлек около тысячи участников, готовых преодолеть километры ледового покрытия в бухте Навик. Все это бегуны из 17 регионов России и 10 стран мира. Ну знаю, что участников и желающих принять участие было еще больше. Организаторы вынуждены даже были вводить ограничения. Я, честно говоря, против таких ограничений. Мы вместе должны подумать о том, как сделать это событие еще более масштабным. Вначале обязательная разминка, ведь в отличие от обычного марафона, который проходит в городе осенью, здесь условия более экстремальные, а значит нужно быть готовым ко всему. Бок о бок по-дружески разогреваются и молодые легкоатлеты, и обычные горожане, и даже ветераны бега. И это несмотря на то, что все они друг другу соперники. Узнал об этом мероприятии в интернете и от друзей. Заинтересовался, готовился к этому мероприятию где-то полгода. Рассчитываю пробежать по темпу на 4,20 на километр. Задача вот уже третий год остается неизменной. Всем участникам дается на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 километр. Последнее – это и есть полумарафон. Стартовали этакие отряды по очереди с перерывами. Интересно, что возможность испытать себя в беге на льду была даже у детей, которые по-честному преодолели 500-метровую дистанцию. Буквально через несколько минут толпа бегунов ожидаемо растянулась по всей бухте. Кто-то сходу занял лидерскую позицию, другие же держали средний темп, но особо не отставали. Многие отмечали, что бегут не ради победы, а просто для положительных эмоций. Однако фирменные медали и призовой фонд в 300 тысяч рублей на финише определенно добавляли мотивации спортсменам. Финишировали первые бегуны уже через 17 минут. Это были участники 5-километрового забега. На главную полумарафонскую дистанцию ушло куда больше – от 1 до 3 часов. В целом же в числе победителей оказались спортсмены из Владивостока, Находки и Хабаровска. Иностранцам же в тройку призеров попасть не удалось, но для них главная награда – уникальные впечатления. В Китае очень распространены беговые мероприятия, и я много где путешествовал, но нигде не видел подобного, чтобы вот так на льду и при низких температурах бегали. Это очень необычно и интересно. Стоит отметить, что сегодня испытать себя и пробежать по льду есть возможность у любого желающего. Правда, делать это самостоятельно, и тем более под конец зимы не рекомендуют даже сотрудники МЧС. Поэтому лучше дождаться теплых деньков и выйти на обычную пробежку. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.